У нас на Украине новый президент Ежедневно, ежечасно первыми новостями подавали события Украине Пусть и высосаны из пальца генерального директора Мы все эти годы жили Украиной То, что ранее в Советском Союзе вышло бы в разделе зарубежной информации В какой-нибудь программе сегодня, в той же программе время Но где-нибудь в хвосте выпуска или в международной панораме Сейчас подается как наиважнейшая информация всех времен и народов Дискурс такой За неимением позитивных или съедобных российских новостей Которые могли бы воодушевить население А сейчас новости должны быть воодушевляющие, психотерапевтические, политтехнологичные Можно и нужно показывать синежелтую страну Которая некогда входила в состав большой державы Он начинал с самых подмостков КВН, кино, пришел, увидел Зеленский молодой, креативный актер Ворвался в политику Неожиданно, человек селф-мейд Но может быть не совсем селф-мейд За ним, говорят, стоят олигархи Но этим никого в капиталистическом мире сейчас не удивишь Тем не менее, мы смотрим на саму персону С чего он начинает И как он начинает Актеры ранее становились президентами Вот самый известный сороковой президент США Рональд Рейган, которого, кстати, новоизбранный президент Украины цитировал Правительство не решает проблемы А само является главной проблемой И тут же за словами дела Зеленский призывает действующее правительство Уйти в отставку добровольно Он приводит в пример Исландию Как образ страны, которая, являясь аутсайдером по футболу Билась за победу до конца В пример Японии, как страны постоянно восходящих технологий Швейцарии, как страны, которая умеет быть счастливой Даже без всяких коалиций Оставаясь политически нейтральной страной В пример Израиля, которая обороняет свои земли Хотя тут как посмотреть А если эти земли оккупированная территория Настаиваю на том, что президент страны Или даже глава региона Должен уметь четко ставить задачи И уметь говорить хорошо поставленным голосом Президентская речь, как стендап Пришел, увидел, толкнул речь, победил Вот так и никак не иначе Ну и главное, дальше имел смелость Все это воплотить в жизнь Конечно, речь президента Зеленского была хорошо прочитана и поставлена На то он и актер Президент был в меру патриотичен Мы украинцы, а украинец это понятие сердечное, оно в сердце В меру воинственен Прямо и не обещал, что вернет Донбасс и Крем Но как бы и намекал, что сознание их нужно повернуть в сторону официального Киева В меру социален, говорил про рабочие места и тарифы В меру был народен Призвал подумать не о будущих выборах, а о будущих поколениях Отметив, что правила игры для всех одинаковые Главное, чтобы потом зеленого, то есть зеленского президента Не испортили олигархи и политики Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений Не было, пожалуйста, моих портретов Потому что президент не икона, не идол Президент это не портрет Повести туда фотографии своих детей И перед каждым решением Дивиться им в очи Ну и самое главное, конечно, в инаугурационной речи украинского президента Это переосмысление роли и места руководителя страны Особенно крупной А начать нужно с малого Вынести все портреты из кабинетов членов правительства И других высокопоставленных чиновников Вот сумеют ли? Взамен предлагается повесить портреты своей семьи, своих детей В глаза которых нужно смотреть при принятии каждого важного решения Ход, конечно, сильный, только вот почему наши чиновники не сподобятся на такой шаг? Мы ведь не в феодальном обществе находимся А семья самое ценное Не сотвори себе кумира И для чего вообще вешают портреты глав? Чтобы не забывать батьку? Кто старший в хате? Или еще для каких целей? Этикет? Да бросьте вы Скорее пережиток Но тогда и лидеры были другие Масштабные личности Кончать надо с этим лизоблюдством Если не семьи, то повесьте хотя бы портреты исторической личности Или своего родового аула Чтобы помнили, чтобы знали Прославит ли он свой аул и род Или совсем наоборот А человеческая память, ой, какая длинная Оставайтесь с людьми Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok